Яночка, простите меня. Ой, ну что за неуважение такое? Ёкар ли ты бабай? Сама жрёт там? Я почему-то думала, что в три. А почему ты мне пишешь в два семнадцать, а не в два, что меня нет? Здрасте, приехали. Я тебя ждала. Культурно веждаю. Не надо меня культурно веждаю. Вот, смотрите, девки, как переводить стрелки. Она меня сейчас пытается виновата же выставить. В два часа меня нету. Я виновата, да? Сразу всё. Ты где? Я виновата, что я тебе не написала в два часа. Прекрасно. Ну, что двадцать минут сидеть ждать-то? Я вежливо подождала пятнадцать минут. Ты начала писать? Прости. Потому что ожидание пятнадцать минут ещё допустимое. А так это... Ещё и сидит меня виновата девочка. Посмотрите. Яночка-то моя голодная, злая. Вот отдавай мне эту бутылку. Сама жрала, сидела. Я всё слышала, как я там чаткова, когда мне звуковые сообщения отправляла. Смотри, мультик за это детский. Не хочу мультик. Будешь смотреть мультик. Ещё сидит, видите, выкаблочивается, а? Садитесь. Жирее. Мам, тебе пыль на кровавую опору, она сама себе нещет. Всем привет. Ну вот я здесь ругаюсь наполовину шутя, наполовину серьёзно, потому что действительно опоздала она намного. А ругаюсь я не так, чтобы она обидела. И тут мне вспомнился случай, когда был швейный цех. Там я на втором этаже работала, и моя знакомая на третьем этаже швейный цех. У неё все сидели, работали. Как по команде, такие все дрессированные. А у меня какой-то бардак был. И я говорю, у меня прям проблема со швеями. Приходят к обеду, сидят там, чтобы они качественно шили, им каждый день надо говорить качественно. Ну, в общем, бардак. Я ей вот это всё рассказываю. Она говорит, надо быть с ними построже. Я говорю, да как уж построже? Я и так хожу, ору там. То есть я даже... Почему-то моя строгость воспринимается как-то не так. И когда я пыталась с ними построже, все там, значит, обижаться начинали. И думаешь, ну и как вот с людьми-то разговаривать? Ну, здесь не тот случай. Хорошо, что человек не обижается. А то ведь мог бы и обидеться. Итак, это хроника у нас с прошлой весны. Вы видели клавиатуру. Это доказательство того, что на этот момент я ещё не уехала из Александрова. Интернет был подключен у меня на работе, потому что когда я уехала туда, интернет я отключила на работе, чтобы тысячу не платить, потому что это не жилой дом, это офисы, а с офисов берут за интернет тысячу рублей, вот чтобы сэкономить. Я его отключила, просто теперь закачиваю фильмы. О памяти на ноутбуке и немного. В общем, я теперь каждый фильм раз по 20-30 смотрю. Вот сколько у меня клиентов, я смотрю с ними один фильм. Здесь я показываю, что преп-праймер использую и базу Бьюти Люкс. Вот на этой клиентке год назад я показывала, что мы боролись с отслойками. Вот ни у кого не было отслойков, а у этой вот раз за разом, раз за разом. И я и всякие базы. И вроде других-то держится, а на этой нет и все. И я разные способы, разные базы. И что мы только не перепробовали. Я ей потом говорю, слушай, я на тебе уже все, что могла. Причем до этого не было отслойков, вот как-то они пошли. Я говорю, я уже вот все, что можно, все, что знала, я все перепробовал, ничего не работает. Я говорю, может тебе вот чисто ради интереса сходить к другому мастеру, посмотреть, как другой мастер сделает. Она мне говорит, я до тебя, когда ходила, у меня у всех были отслойки. И только, говорит, когда пришла к тебе, только тогда отслойки прекратились. И вот какой-то период, но я показывала хронику ту, с отслойками прямо, и что мы только не предпринимали. И вот в последний раз я взяла вот эту с Алиэкспресс базу, она у меня лежала где-то там вот на задворках, вся пыльная. И я уже сказала, ну давай это что ли попробуем. Но уже все, потому что все, что можно, было перепробовано. И вот эта база, на ней хорошо сработала, без отслойок. Вот. И поэтому праймер Ирис-то я уже давно ни на ком не использую. Как вы заметили, я сразу после обезжиривания наношу базу Фиора или Эльпазу. А здесь праймер я использовала, чтобы еще раз лишний раз обезжирить ногти. Потому что какая-то катастрофа была, к слову сказать. Сейчас я уже не использую вот этот Бьюти Люкс, а работаю, как и обычно, без праймера и просто базы Фиоры. И никаких отслойок нет. Вот что тогда было, я не знаю. Может, какой-то у нее гормональный сбой был. Ну, не знаю. Прям какие-то чудеса там. Чего только не перепробовали. Дизайн здесь по просьбе клиентки. Прям я делаю точь-в-точь. Не очень я от восторги от этих цветов. Мне кажется, болотные оттенки на ногтях не очень хорошо смотрятся. Вот все остальные нормально, а именно болотный оттенок как-то нездорово выглядит, вот на мой взгляд. Нет, ну, хозяин-то барин, поэтому я делаю то, что клиент просит. И форму поострее тоже она просит. кстати, именно ее ногти потом дальше в хронике будут взяли за основу для того, чтобы обвинить меня в том, что я делаю пискин домик в злом мастере. Там прям где-то они откопали на задворках ту работу, которая сто лет назад была сделана вот буквально в мае или июне. Это же надо перерыть целую было ленту за все лето и за всю осень, чтобы найти вот эту работу, чтобы показать вот какие острые и некрасивые ногти я делаю. Я это видео озвучить не могла неделю. Смонтировать картинку-то я могу. Вот после работы придешь, сядешь и думать особо так не надо. Все делаешь механически, выкидываешь ненужные или затянувшиеся кадры. В общем, легче. А озвучивать у мастеров маникюра проблема, потому что у нас нету большого разнообразия больших тем для разговоров. Ну, в основном все вокруг ногтей, вокруг маникюра. Если ты снимаешь несколько лет, ты постоянно повторяешься и повторяешься не один раз. В общем, с озвучкой вообще большие проблемы, большие напряги. И вот целую неделю я это видео монтировала, и у меня ступор был как раз вот в озвучке. Но сегодня произошел казус, который я и возьму в качестве темы для обсуждения, для озвучивания. Ну, потому что, когда все хорошо, слушать-то не особо интересно. А вот как раз, когда казусы какие-нибудь, какая-нибудь фигня такая негативная, вот это как-то и привлекает внимание. Так вот, решила я оставить ссылку на свой аппарат для маникюра. Покупала я его 11 ноября 2021 года. Это был оригинал. Я его там, по-моему, за 12 тысяч покупала. Я зашла на Яндекс.Маркет, посмотрела чек. В то время я еще делала обзор на Ютубе. Я показывала, я смотрела, как проверить оригинал, не оригинал. Я там все вот эти признаки проверила. У меня был оригинал. На тот момент я оставила ссылку на этого продавца, где я купила. Это был три года назад. Все это время я думала, что естественно по этой ссылке, ну, как обычные продавцы-то делают. Если есть ссылка и если был купленный товар вот по этой ссылке, значит, он так там и есть. Ну, так вот по логике вещей-то если думать. Так вот, я думаю, дай-ка я оставлю ссылку на этот товар, потому что три года он у меня уже поработал исправно, я его в ремонт и никуда не относила. Один раз я его только чистила, он у меня повизгивать начал, я его раскрутила, пыль там вытряхнула и все, он продолжает исправно работать. Поэтому товар проверен временем, думаю, чего бы не порекомендовать своим подписчикам ВКонтакте и Телеграм, там, там же сегодня какой-то ступор, не знаю я о чем писать. Вот, и мне тут начали в Телеграм писать, сначала одна написала это не оригинал, я думаю, да пошли вы в жопу, думаю, я его лично в руках брала, вертела, я им работаю три года, значит, я сама лично проверяла оригинал, не оригинал, а вы тут на картинку посмотрели и пишете что это не оригинал, так разозлилась думаю, еще потом вторая пишет а что он там пять тысяч стоит, я опять про себя думаю, да, ну вас нафиг, думав, даже там же на Яндекс Маркете есть рассрочка, я по-моему даже в рассрочку покупала, я сейчас подробности не помню, вот, и там цена рассрочки и указана на Яндекс Маркете, я еще такая им отвечаю, да вы смотрите внимательнее, что это цена рассрочки, думаю, ну и ну, ну и знаете, под этим я не просто так ругаюсь, потому что действительно люди есть, которые подтупливают, вот, например, Машка Полшкова тут скинула какое-то видео со стемпингом, и мне одна зрительница написала в личку сначала, как делается этот дизайн, я думаю, чтобы ей в личку не отвечать, я скинула в контакт эту картинку, я не знала, что это работа Маши или Полшкова, я всегда забываю, блин, как правильно ударение ставить, и Маша сама написала, она увидела это и отвечает людям в комментариях, это стемпинг, не один раз она это написала, и написала, что сначала молочный гель-лак, сверху черный стемпинг, и те части, которые не заполнены стемпингом, заполнила черная краска, и все равно люди и спрашивают, и спрашивают, и спрашивают, это серый стемпинг, или это белый стемпинг, она им уже задолбалась отвечать, да все написано в комментариях, вы посмотрите, то есть действительно иногда читаешь и думаешь, блин, ну вот где у людей глаза, и тут такой же, я думаю, ну наверное такие же комментаторы не могут по-нормальному посмотреть ни цену, ничего, я им так вот отвечаю, говорю, вы хоть по-нормальному глаза-то разуйте, посмотрите, что это за цена, но на всякий случай, я хотела даже пройти, значит, сделать скриншот, тыкнуть их так носиком, показать, что вот, смотрите, цен, где цена, и что вдумать-то, я сама по этой ссылке-то прохожу, смотрю, а продавец товар-то поменял, там действительно продается уже неоригинальный и стронг, за 5000 я, конечно, тут и обалдела, потому что ты, значит, показываешь своим зрителям товар, ты делаешь на него обзор, и тут нормально, он по этой же ссылке меняет товар на другой, но кто ж так делает, я вот считаю, что это нарушение правил, прям конкретное нарушение, ну, потому что вы понимаете, да, я делаю обзор, я говорю это, это, а получается, что человек купит совсем другое, если ты собираешься продавать в своем аккаунте, в своем магазине на Яндекс Маркет и оригинал и подделку, ты заведи другую себе карточку товара и продавай ты подделку под другой карточкой, потом напиши, что это не оригинал, прям крупными буквами напиши, потому что я вот считаю, что это прям мошенничество, когда раньше ты продавал оригинал, значит, делал такую замануху, прикормил блогеров, прикормил, значит, покупателей, и раз теперь продается подделка, ну, хорошо, хоть что, цена-то адекватная, что он не продает по цене подделки, вернее, по цене оригинала он не продает подделку, хоть и на этом спасибо, но, знаете, я вот сегодня просто села в лужу, вот, и за это прямо даже неудобно перед коллегами, потому что я еще и коллегам тут нажаловалась, я говорю, ну, представляете, люди даже цену ведь не могут по-нормальному увидеть, а оказалось, что это я дура, вот, и я написала этому продавцу, что кто же так делает, это безобразие, я сейчас еще и до самого маркета докопаюсь, я и им напишу, чтобы они следили за продавцами, и чтобы они такую хер... извините, такую ерунду не допускали в своем магазине, не-не, ну, это вообще, это нормально, вот так вот делать, у меня нет слов, но зато смотрите, я смогла озвучить большую половину своего видео на этих, на этом пердемонокле, и вот сейчас мы как раз доехали до тех ногтей, которых называли писькин доме, писькин, взлом мастере маникюра, меня, знаете, что там удивляет в той группе, что они выставили вот эти ногти, там вот эта женщина в телеграмм мне написала, что это вы вечно делаете такие ногти, вы очень часто делаете такие ногти, постоянно делаете такие ногти, такой формы, и после того, как я заблокировала, она пошла в злой мастер, и выложила последнюю работу с такой форму ногтей, и вот эту, но разница между последней работой, и вот этой работой она в несколько месяцев, и чтобы найти было у меня в телеграмм вот эту вот работу, нужно было пролистать, знаете, там, наверное, около часа надо листать ленту, просматривать все работы, выискивать именно эту форму, то есть она там мне что писала у вас постоянно эта форма, но я-то знаю, что вот конкретно эта фотография, она то есть она не могла найти, она же писала, что вы постоянно делаете, на самом деле она не могла найти эту работу, она пролистывала очень долго эту ленту, чтобы найти такую же форму, вот, но мне, знаете, что смешно, вот эта вот работа, она мне очень нравится, и она ее прикладывает как неудачную работу, а я этой работой даже горжусь, потому считаю, что очень удачный дизайн, и вообще симпатичная работа получилась, я бы ее повторяла, и повторяла на клиентах, и то, что она выставила именно вот эту работу, как показатель, какая некрасивая форма, я считаю, что вот она очень сильно ошиблась, то, что именно эту фотографию выставила, то есть она против себя наоборот игру такую затеяла, хотела вроде как выставить меня в неприглядном свете, а наоборот выставила чуть ли не одну из самых лучших работ, которая мне очень нравится. Редактор субтитров Ну и вот у меня опять кризис, не знаю даже, что вам озвучивать, показываю фрезу торнадо с красной насечкой, не очень она мне понравилась, потому что забивается, присыпкой я не пользуюсь, потому что не считаю нужным, если, например, взять синюю насечку, а именно синей насечкой торнадо я сейчас работаю, то этих проблем уже нету, в плане того, что фреза уже не забивается, так зачем же я буду на столе держать 100 этих флакончиков, делать лишние движения, вот с присыпками, там, например, если можно просто тупо взять синюю насечку, и ничего не будет забиваться, это во-первых, во-вторых, мне как блогеру снимать видео с присыпкой не очень удобно, потому что лишний раз вытирать всю эту пыль еще довольно-таки много времени уходит, это только кажется, что смахнуть пыль, на самом деле мне нужно залезть в каждый ноготь, в каждый пазух, под каждую кутикулу, под каждую кутикулу сворачивать салфеточку отдельно для каждого ногтя, потому что если я там вытащу пылинки из одного ногтя, то этим же местом салфетки я уже не могу работать на другом ногте, мне нужно по новой эту салфеточку обворачивать вокруг апельсиновый пал, ну в общем понимаете, это долгая песня с этими пылиночками и с этой присыпочкой, ну ее нафиг, тем более, что есть элементарный выход, просто взять синюю насечку, в общем вы поняли, красная торнадо мне не очень понравилась, ну вот про бордовый цвет, я вконтакте недавно написала, что если вы покажете мне плотный бордовый цвет, то я вам все равно не верю, вот например, а и мне вконтакте начали кидать фотографии, а у нас есть плотный бордовый цвет, и начали кидать красные ногти, ну вот еще тот пример, когда вроде бы люди читают, но совершенно не понимают, о чем написано, есть разница между красным и бордовым цветом, красный цвет, он всегда плотный, я не знаю ни одной марки, у которой был бы красный цвет не плотный, практически всегда красный гель-лак можно нанести в один слой, это свойство пигмента такого, вот пигмент он красный и он покрывает ноготь в один слой, а вот бордовый тот, который сейчас видите на ногтях он как правило витражный и вот синие ногти не разбеленные синие, а именно чисто синие пигмента тоже имеет какое-то свойство прозрачность поэтому очень часто синий цвет он приходит чуть ли не витражный вот то же самое что и бордовым его красишь 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 я повторюсь не про темный красный цвет а про бордовый и вот очень часто вот бордовый они прям плешивые какие-то но меня вконтакте не поняли начали закидывать темно-красными ногтями ладно вот здесь вот клиентка пришла значит говорит давай эти кленовые листочки я говорю окей я сейчас найду наклейки она говорит нет наклейки не хочу хочу чтоб ты нарисовала я говорю ну нормально я говорю ну тогда это она любит еще поторопиться я говорю значит сиди и не торопись потому что кленовые листья это просто какой-то кошмар рисовать и главное дело я их рисовала уже сто куч но даже у меня с опытом я не то что имею ввиду что я великих художников то что у меня опыт рисования этих листиков есть даже у меня не всегда они получаются потому что делаешь вроде бы по одному и тому же алгоритму но не всегда вот эти листья хорошо получается вот например там на одном ногте который я тут тщательно на видео скрываю от вас всячески там урезаю кадр только бы вы не увидели тот самый ноготь с неудавшимся листочком то есть это я к тому говорю что это сложный дизайн и лучше бы сделать наклейки но не всегда наклейки или слайдеры они как раз того нужного цвета или размера который хочет клиент ну и так здесь был светоотражающий шугар который я недавно показывала в пустых баночках наконец-то я озвучила это видео осилила так сказать на этом я с вами прощаюсь желаю творческого вдохновения всем пока до встречи